Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 26 июля. Как всегда, пройдемся по всем знакам зодиака и вытащим по одной карте для каждого знака зодиака. Первая карта для наших дорогих и любимых овнов. Королева. Королева мечей. Здесь вот в этот день не нужно быть эмоциональными, нужно быть решительными, нужно взять ответственность на себя, нужно будет что-то обдумать, проанализировать, выстроить стратегию, узнать что-то, пообщаться с каким-то специалистом, если вам нужен будет какой-то совет. Здесь не нужно действовать на бум. Здесь нужно отстранить все эмоции, здесь нужно оценить ситуацию здраво, здесь нужно рассмотреть ситуацию, может быть, с разного ракурса, и тогда уже принимать смелое какое-то решение. Здесь не нужно бояться высказывать свое мнение, говорить, коллаборировать или общаться с специалистами, или, может быть, прояснять что-то, выяснять что-то, кому-то что-то доказывать, объяснять. Как-никак это мечи. И поэтому здесь что-то будет связано либо в письменном виде, либо, может быть, при коммуникации, при разговоре с кем-то. Это может быть оформление каких-то документов, подписка документов, или подготовка к чему-то, может быть. Если нужен специалист, совет специалиста, здесь могут быть разные, конечно, ситуации, в зависимости от вашей личной ситуации, конечно, здесь. Это может быть и юрист, это юридические какие-то вопросы, это может быть ваш руководитель, начальник, который будет давать вам задания, проекты, вызывать на ковер, или, может быть, будет очень требовательный, или, может быть, будет прям, знаете, проверять вашу работу досконально, может даже и придираться. Это может быть и учитель, но в то же время вы можете являться этим специалистом. Это в зависимости от вашей ситуации, это же общий расклад, очень сложно прям конкретно сказать, но поэтому вот предоставляю вот варианты. И здесь вы можете являться этим специалистом, который может проверять или подсказывать, направлять кого-то, давать нужный совет или рекомендацию, либо проверять какую-то работу, проект, может быть, за кем-то, да, следить или там давать какие-то комментарии. Вот. Или здесь еще, может быть, избавляться от чего-то, когда вы приняли четкое решение, что вам не нужно это, или вы не хотите продолжать какие-то отношения, допустим, или избавляетесь, выкидываете что-то из своей жизни. Может быть, старые ненужные вещи, или, может быть, еще что-то, да, но здесь нужно быть именно решительными. Кстати, здесь часто еще проигрывалось, как быть в самолете, лететь куда-то, да, потому что у нас здесь облака. Иногда карты проигрываются прям по иллюстрациям, и здесь вот может быть, как быть выше чего-то, это может быть, как быть в полете, или, может быть, здесь вы очень опытный человек, и вы, как бы, рассматриваете ситуацию совершенно по-другому. То, что вы видите, другие, может быть, не будут замечать этих нюансов или деталей каких-то. Карта Дьявол, Старший Аркан. Когда я говорю Старший Аркан, это значит, что ситуация непоправимая, она приходит к нам именно по судьбе. И здесь вот именно может произойти, что несколько вариантов. Первый вариант, это может быть знакомство с каким-то влиятельным человеком. Когда вы обсуждаете свои какие-то дела, особенно если это касается что-то финансов, вот вашего бизнеса, финансов, это какие-то государственные структуры, это какие-то фонды могут быть, да, когда вы что-то решаете, вы обсуждаете, вы зависите, может быть, от кого-то, вы зависите или нуждаетесь в чьей-то поддержке. Здесь может быть властный человек, это какой-то авторитет, это может быть как оформление кредитов, суды или решение каких-то крупных финансовых вопросов здесь, да, могут происходить. Но опять-таки здесь вы будете зависеть от кого-то, от чужого мнения, от чужого решения, либо от чужой помощи, да, для того, чтобы разрешить вашу ситуацию какую-то. Также здесь может быть вариант, это когда вы состоите в отношениях, и мужчина может быть по гороскопу Козерога, потому что здесь у нас энергетика, знака Зодиака Козерог, и отношения будут страстными, яркими, бурными, но в то же время напряженными, потому что такой человек будет любить контролировать, манипулировать, как-то управлять вами, давить на вас, выяснять отношения, без конца какие-то разборки, скандалы могут происходить. Либо человек придирчивый, либо очень ревнивый, либо постоянно, там, не знаю, проверяет телефоны, или выслеживает как-то вас, или там спрашивает вас, когда вы придете, во сколько вы уходите. Вот досконально и какое-то такое вот расследование прям может происходить в отношениях. И, конечно же, с одной стороны это напрягает, а с другой стороны, как будто когда все утраканится, здесь тогда страсть в то же время, да, и вот немножечко очень тяжело в таких отношениях. Или, может быть, если вы свободная дама, или свободный мужчина, вы можете познакомиться с каким-то человеком, который будет работать, может быть, в органах, властях, или там государственных структурах, или там человек в погонах, или, может быть, бизнесмен, или бизнесвумен, да. Здесь, ну, человек состоятельный при деньгах, властный. Или, может быть, какой-то властной, авторитетной семьи, может быть, такой человек. Вот, к нему трудно подкатить, трудно как-то с ним взаимодействовать, потому что он как-то такой вот, да, да, ну, не знаю, может быть, при престиже, при финансов, и сложно, но в то же время очень контролирует и давит, конечно же, будет показывать, давить своим авторитетом. Еще вариант здесь может быть, когда вы будете в какой-то ситуации находиться, где вы прям связаны, вы не можете выбраться, вы не можете, вы зависите от кого-то, вы зависите от чего-то, или ситуация принуждает вас находиться там, где вы будете находиться, и немножко это будет давить, это немножко такая жесткость такая, да, и здесь, конечно, будет не совсем комфортно эмоционально, и очень сложно как-то выбраться или принять решение, может быть. Еще вариант могу предоставить по дьяволу, это искушение, это часто искушение, это когда нам предлагают что-то, нам поют очень красивые песенки, да, обещают нам чуть ли не горы, но на самом деле в реальности ситуация будет совершенно по-другому, поэтому если кто-то что-то предлагает вам, или тут настаивает, или как-то пытается надавить на эмоции, то будьте аккуратны, потому что это может быть обман. Человек мягко стелит, но жестко спать придется. Перепроверяйте то, что вам говорят, или то, что вам предлагают, или контракты, или документы, которые вы заключаете. Ни в коем случае не поддавайтесь на какие-то инвестиции с каким-то человеком, потому что человек может даже оказаться мошенником на профессиональном уровне. Поэтому перепроверяйте, пожалуйста, не поддавайтесь таким людям, потому что здесь может произойти обман или какая-то нечестность, и в дальнейшем это может проясниться, и вы можете абсолютно пожалеть об этом. Поэтому аккуратнее. Еще вариант здесь может быть, это какие-то тусовки, дискотеки, вечеринки, алкоголь, инсим. Если вы куда-то собираетесь в этот день и будете проводить этот день в какой-то компании, да, будет очень хорошо, будет комфортно, пожалуйста, не садитесь за рулем, если вы употребляете алкоголь, потому что здесь вы можете наткнуться на неприятности. Здесь это может быть ГАИ, это какие-то проблемы с органами могут происходить. Вот здесь вот немножко аккуратнее. И если у вас есть свой бизнес, свое дело, это могут быть какие-то налоговые проверки, это может быть какие-то легальные вопросы встать, которые нужно будет решить, это может быть нужно будет сходить куда-то. Ну, например, не знаю, кто-то идет в комитет, кто-то идет в налоговую инспекцию, у кого-то еще какие-то ситуации в жизни, да, у каждого разная ситуация. Ну, вот здесь вот какие-то могут быть проблемы со властью, с законом, так что будьте аккуратнее. Близнецы. Императрица. Старший аркан у нас, еще один старший аркан для знака. И здесь это что-то касается финансов. Это прибыль финансовая, это получение денег, это когда чувствовать себя императрицей, чувствовать себя во власти, в контроле. Когда кто-то выполняет ваши прихоти, когда вы что-то говорите и к вам прислушиваются. Если у вас свое дело, свой бизнес, он развивается, он растет. Он приносит какие-то очень хорошие, крупные финансы, деньги. Потому что по императрице это у нас знак, это у нас, извините, планета Венера, энергетика планеты Венера. А Венера у нас отвечает за изобилие, за роскошь, за комфорт и за большие финансы. Поэтому здесь вот может быть какая-то прибыль, какая-то сумма денег, которую вы можете получить. Кто-то на вас тратится, дарит вам подарки, делает вам приятное. Вы позволяете себе большего, лучшего, дорогого, красивого, изысканного. Траты в дом, какие-то приобретения, связанные с ювелирными изделиями. Это уколы красоты. Это может быть спа-салоны, маникюры, педикюры и все такое. Все женское. Это может быть сменить стиль одежды. Это может быть новость о беременности, если для вас эта тема актуальна. Также это материнство. Поэтому если у вас уже есть дети, здесь может быть нужно позаботиться о ваших детях, проводить больше времени с ними. Если они уже достаточно взрослые, то, может быть, это как оказать финансовую поддержку своему ребенку. Здесь, может быть, для кого-то это как зависеть от мужчины, который будет вас обеспечивать, который будет, может быть, водить вас по шоппингу, в рестораны красивые, дорогие, где не каждый может позволить себе, не каждому будет по карману. Это пойти в какое-то дорогое, изысканное место. Или выпить какое-то дорогое, роскошное вино, допустим. Или купить себе там какое-то красивое колье, допустим, и такому подобное. Потому что здесь все приобретения очень такие вот дорогие. И какие-то финансы, которые могут быть все достаточно крупными. Конечно же, вы и тратитесь, вы тоже можете и тратиться. Это как и прибыль, так же и траты. Но опять-таки здесь будут деньги для того, чтобы потратиться, для того, чтобы позволить себе лучшего и большего. Рак. Карта сила. Старший аркан. Быть сильными, быть смелыми, быть мужествами, быть храбрыми, быть настойчивыми здесь. Проявить свои лидерские качества, быть уверенными. Здесь не нужно бояться. Здесь не нужно волноваться. Здесь не нужно сомневаться в себе. Если вы будете сомневаться в себе, то, естественно, ваша аудитория или с людьми, которыми вы будете взаимодействовать в этот день, будут также сомневаться в вас. Поэтому здесь ничего не будет вам преградой. Здесь вы сможете преодолеть все сложности, все препятствия. Здесь вы сможете набраться сил. Здесь ничто не помеха. Никакая ситуация здесь не будет неразрешимой. Вы легко разрешите любые сложности, любые проблемы, даже если они будут финансовыми. Самое главное не проявляйте жесткость и агрессию. Жесткость и агрессия здесь не пройдет. Поэтому здесь нужно быть мягкими, здесь нужно проявить свою харизму, здесь нужно быть дипломатами, здесь нужно быть тактичными при общении с кем-то. Здесь нужно просто найти какой-то подход. Знаете, по такой карте я часто говорю, что это как быть на сцене. Да, сцена ваша. Сыграйте свою роль, так как вы хотите сыграть ее. И за вами пойдут, вам помогут, с вами договорятся, с вами захотят обсудить какой-то вопрос и как-то вам помочь или пойти на какие-то уступки или подстроиться под вас. Здесь может проиграться вот именно как нарисовано на картинке. Это как приструнить любого льва, договориться с любым человеком, потому что последнее слово останется за вами и вы будете победителем. Если хотите что-то начать и сомневаетесь, смело шагайте, делайте, действуйте, потому что здесь вы сможете. Вы сильнее, чем вы думаете. Лев. Семерка. Семерка чаш. Это у нас могут быть какие-то иллюзии, воображения, когда мы не можем видеть ситуацию как-то здраво. Мы что-то себе воображаем, представляем, как смотреть на мир через розовые очки, как вариант может быть. Или здесь вот много выбора. Человек растеривается, не знает, что выбрать, в чем определиться. Это могут быть какие-то элементарные вещи. Это как пойти в магазин и не знаете, что выбрать, какое платье купить, какой парфюм купить, или допустим, к примеру, да. Или может быть здесь очень много дел, и вы пытаетесь все сделать одновременно и распространяете свою энергию на все и все сразу. Но здесь не рекомендуется действовать так, потому что здесь нужно расставить свои приоритеты, выбрать то, что важно для вас на данный момент сейчас. И здесь не нужно говорить, что я хочу этого и не делать ничего. Здесь наоборот, нужно принять решение, сказать, да, я хочу выбрать это, мне это сейчас нужно, для меня это важно, и я буду действовать сейчас. Я не буду это откладывать на потом, потому что потом не придет. Да, вы потом просто потеряете, там, не знаю, свой фокус, и вы можете упустить какие-то возможности, либо, может быть, просто будете лениться. И опять будет 25 здесь, да. И для того, чтобы достичь и реализовать свои цели, нужно действовать. Нужно сразу же делать сейчас, сию минуту. Это также еще могут быть какие-то вопросы, связанные с вашими желаниями, мечтами. И здесь вот, может быть, какое-то желание исполнится из вашего списка, или, может быть, вы работаете над своей, своей картой желания, допустим, составляете список, или что-то, не знаю, там, какие-то, подготавливаете картинки, или еще что-то, да, чтобы для визуализации, чтобы вы представляли как-то себе свои мечты и желания, чтобы они были перед вами, допустим. Может быть, кто-то делает это. Или, может быть, здесь много возможностей, много выбора, и нужно будет определиться, что важно, что хотите, что вы будете выбирать. Дева. Карта Ирафан Старший Аркан. Здесь принятие помощи, или вы будете просить помощь у кого-то. Это обращаться за помощью, и когда люди будут вам помогать. Либо здесь нужно быть очень мудрым, оценить какую-то ситуацию очень мудро, найти какой-то мудрый подход в какой-то ситуации, да, стать именно этим мудрым Ирафантом. Здесь также, может быть, соблюдать какие-то законы, системы, традиции, семейные обычаи. Это религиозные какие-то обряды могут быть. Все темы связаны с религией. Может быть, вы меняете веру, может быть, вы идете в священный храм. Не знаю, там, в зависимости какой религии вы поклоняетесь. Вы можете общаться со священником, вы можете, не знаю, что-то связанное с бракосочетанием, с крестинами. Вот какие-то вот здесь такие традиционные обычаи могут быть. Также это может быть, когда кто-то вас оценивает. Может быть, там, не знаю, учитель оценивает вашу работу, или вы сдаете экзамены, вас оценивают, либо, может быть, вы подаете на работу, и вас, опять-таки, оценивают и смотрят, подходите вы или нет. Или, может быть, это какое-то решение суда. Опять-таки, тогда такой человек все делает по системам, по законам. Или какой-то авторитет на лицо. Или, может быть, вы примете решение, что вы хотите поступить в институт здесь, и вы подаете документы, и рассматривает здесь ваш запрос, к примеру. Это также могут быть что-то связаны с куплепродажами, получением недвижимости, получением ответа, получения какого-то ключа. Вот здесь вот обмен какой-то может произойти для вас. Или это как быть на лекции, слушать учителя, общаться со своим духовным наставником, потому что часто это еще также духовный рост здесь. Когда вы растете, вы развиваетесь, и вы начинаете понимать себя больше, лучше, и, может быть, вы употребляете какие-то методики в своей жизни для того, чтобы, ну, не знаю, вот как-то вырасти, да, как-то начать понимать себя лучше. И здесь вот именно, может быть, такая взаимосвязь с космосом, с высшими силами. Или, может быть, как я уже говорила, вот здесь вот обучаться, может быть, каким-то совершенно необычным знаниям. Такие вот несколько вариантов. Весы. Четверка. Четверка мечей. Это пауза, это момент ожидания, это также отдых. Это, может быть, когда человек работал, переутомился, много часов работал, может быть, там, не знаю, какие-то ночные смены были, или посменная работа. И вот когда не было возможности отдохнуть, не было возможности проследить за своим питанием. И здесь это выгорание. И пришло время просто выспаться, отдохнуть, собраться силами и энергией. Либо, может быть, здесь вот что-то затянется, и вот возникнет какая-то пауза в ваших каких-то делах и момент ожидания. Вот здесь вот нужно подождать. Может быть, звонка ждете, письма ждете, кого-то ждете, какое-то решение ждете. Вот что-то зависит не от вас, а от какого-то человека. И вот здесь вот нужно это будет переждать. Либо, может быть, вы сами самостоятельно сделаете какую-то паузу, вы замедлите темп в ваших делах, потому что не знаете, как поступить на данный момент. Или вы сомневаетесь в чем-то, или вы хотите немножечко пронаблюдать за ситуацией. И здесь человек не торопится. Здесь вот как будто человек немножечко здраво рассуждает, он не торопится, он постепенно как-то шагает шаг за шагом и обдумывает каждый свой шаг, чтобы не допустить никаких ошибок. Или здесь для кого-то это может означать, например, отпуск, ретриты, санатории могут быть. Если здесь будут какие-то недомогания со здоровьем, здесь, конечно, нужно будет пройти какое-то обследование еще. Скорпион. Карта Отшельник. Старший Аркан. Здесь может проясниться какая-то ситуация. Что-то станет ясным, известным, понятным. Особенно если вы находились в какой-то ситуации либо при общении с кем-то, вы не знали чего-то, вы не знали какой-то информации или кто-то что-то не договаривал, не рассказывал вам здесь. Но наконец-то может что-то проясниться, либо вы сами что-то можете выяснить, узнать, высветить себе новый путь действия. Например, какая-то идея к вам придет, что-то вас может осенить прямо здесь. Если вы в поиске чего-то физического, может быть, вы что-то потеряли, если вы ищете, то вы сможете найти. Либо, может быть, здесь нужно будет немножко уединиться и как-то дать себе возможность проанализировать что-то, поглубиться в какую-то ситуацию, поработать над чем-то. Вот здесь вот могут быть какие-то мелочи, детали, анализы, работа в одиночку, изолировать себя от какого-то общения. Может быть, вы устали, вы переутомились, и вы не хотите, знаете, быть в соцсетях или общаться с кем-то в этот день, либо вы просто хотите отдохнуть, уединиться, почитать книгу, допустим. Дать себе время. Либо, может быть, здесь что-то касается здоровья, это как выяснить причину вашего недомогания, пройти обследование, сходить к врачу, пообщаться с врачом, может поставить диагноз, может назначить лечение здесь. Или здесь вот можете узнать что-то, то, что не знали до этого. То, что было скрытым, например, для вас, или скрывал кто-то что-то, может проясниться, что-то может выплыть наружу здесь. Стрелец. Четверка. Четверка Пентаклей. Это стабильность, это твердый фундамент, это то, что мы имеем, это какие-то наши ценности. Вот здесь вот, может быть, какой-то капитал вы собрали, накопили какую-то нужную сумму денег, или вы что-то имеете, и здесь человек прям держится за это. Это может быть недвижимость, это может быть сбережения какие-то, это может быть ваш бизнес, это могут быть ваши знания здесь, потому что здесь вот прям накопились целый горшочек знаний каких-то, и человек держится, он не готов поделиться, он не готов что-то озвучить здесь, он не готов даже озвучить, что у него есть какая-то нужная сумма денег, которую он накопил на что-то. Это может быть что-то связанное с будущим, с будущими планами, допустим, инвестиции, вложения, покупка недвижимости здесь, может быть, вложение в свое дело, свой бизнес, как-то развиваться, крутиться в области финансов. В то же время здесь это могут быть страхи бедности, потому что это как человек предостерегает себя от каких-то финансовых проблем раньше времени, ну, например, потому что в подобной ситуации, может быть, вы были, когда безденежная ситуация была, когда вы зависели от кого-то, или нехватка денег была, да, и чтобы ситуация не повторилась, человек уже раньше времени как бы предохранился, и он начал копить, откладывать нужную сумму денег за своей спиной, это как откладывать на черный день. У такого человека есть точно какие-то сбережения, накопления, вот он может как-то опереться на какую-то сумму денег, которую он сам собрал, накопил. Вот. Или, может быть, если у вас есть недвижимость, вы не готовы ее продать, вы не готовы ее потерять, или бизнес, который у вас есть, вы пытаетесь его держать, вы пытаетесь вложиться в него. Вот здесь вот прям твердый какой-то фундамент, и здесь человек лишний раз не потратится, потому что он может быть экономным, практичным, он может там дать кому-то потратиться, сказать, что у меня нет денег, да, но попытаться сэкономить. Да, в негативе это как быть скупым, немножечко жадным, но здесь нужно, может быть, себя даже так вести, потому что здесь вот какая-то выгода, либо вот какие-то планы, именно связанные на будущем, и человек пытается как-то быть очень практичным. Это такое вот, знаете, сознание бизнес-вумен, бизнес-мен, да, вот когда вот прям, прям знать четко, какие инвестиции, вложения нужно делать, и как вообще нужно обращаться со своими финансами. Сейчас урок. Карта башня, что-то может пойти не по плану, можете получить какие-то известия, новости, которые вас могут ошокировать, это также может быть разрушение чего-то, когда что-то ломается внезапно, связь теряется, какие-то проблемы с гаджетами происходят, или электрическое какое-то замыкание происходит, или вот какой-то взрыв здесь такой эмоциональный, скандал, ругань, выяснение отношений, кто-то вас может провоцировать на что-то, когда вот человек не контролирует эмоции, потому что это у нас очень агрессивная, быстрая карта, потому что энергетика планеты Марса здесь присутствует. Марс у нас еще быстрая планета, поэтому здесь мы быстро даем реакцию, мы быстро реагируем, мы быстро говорим, и, конечно же, мы показываем свою спыльчивость. Здесь, может быть, информацию, которую вы можете получить, это как гром среди ясного неба, а шокирует вас совершенно. Или здесь, может быть, какие-то задержки, перенос каких-то дат, откладываете что-то, меняете свои планы. Может быть, в связи с информацией, в связи с ситуацией неожиданной, которые возникнут, здесь быстро нужно будет менять ваш план, быстро нужно будет как-то среагировать и впустить вход в план B. Будь готовыми к этому. Если это полеты, это могут быть нелетная погода, это может быть задержка рейса, поломка, это ломается что-то, это, может быть, ломается ваш транспорт, может быть, самолет, который вы садитесь, вас будут пересаживать, потому что здесь какие-то нюансы, может быть, технические какие-то поломки или там нюансы будут, и вас либо могут пересадить, либо это может быть задержка рейса, либо вот что-то может быть в воздухе, да, вот с погодой, плохая погода. Немножко подшатывает при полете, допустим. Вот. Что еще здесь могут быть? Здесь вот аварийная у нас карта, поэтому будьте осторожными, если вы водите машину, даже если вы пешеход и переходите дорогу, будьте поаккуратнее, обращайтесь внимание по сторонам, оглядывайтесь по сторонам. Ожоги, порезы, ушибы могут быть аккуратно с острыми предметами, аккуратно с огнем. Пожалуйста, проверяйте, что вы выключаете газ и проверяйте, чтобы, знаете, не обжечься или там нечаянно там не поджечь что-то. Поаккуратнее. Водолей. Карта колесница, прогресс, движение вперед, какие-то известия, новости, быть победителем здесь, быть лидером, триумфатором, здесь вот брать контроль в свои руки, управлять, быть руководителем, лидером, начальником, да, вот давать какие-то распоряжения, быть уверенными в себе, разрешить любую ситуацию, прорваться во что-то. Вот это, знаете, прям движение вперед, когда мы прорываемся, когда мы на старте, когда никто нас не может остановить здесь. И здесь вот как бы мы главными, мы ведем, за нами идут. И здесь вот прям вот какой-то прорыв, движение вперед в ваших делах. Или даже если вы рандомно затеете какие-то вопросы решить или там затеете что-то сделать, конечно же, все должно складываться очень быстро, потому что вы контролируете, вы управляете. Здесь также можете выполнить какую-то работу, когда вас хвалят, вами восхищаются. Да, вы сидите, вы глава, вы принимаете решение. Последнее слово остается за вами. Вы в кресле этого лидера. Это могут быть какие-то путевки, это могут быть переезды, поездки какие-то, это может быть командировки, это может быть принятие каких-то решений или выбор какой-то, вот между чем-то выбрать нужно будет или как-то определиться, решиться здесь. Вот. А это может быть, когда, не знаю, руководитель вас наградит или даст, не знаю, там, почетную грамоту, или тут какой-то сертификат, или может быть публичное выступление, говорить на какую-то аудиторию, допустим, еще здесь, вот, или побеждать в какой-то ситуации, когда вы входите победителем из какой-то ситуации. Вот здесь вот тоже вот победа остается, может быть, за вами. Ну, просто посмотрите на эту карту, да. Конечно, здесь вы лидер, вы триумфатор. Рыбы. Паш. Паш Жезлов. Какие-то новые начинания, новые возможности, новый фокус, новое стремление, новые хобби могут появляться, какие-то действия, активность здесь, из-за того, что здесь у нас огненная стихия, при огненной стихии мы всегда активны, мы шустры, у нас появляется какое-то желание, стремление, мы хотим действовать, мы хотим начинать, мы не боимся начать что-то новое или принять какое-то решение, потому что мы здесь вот как дети, да, вот дети шустрые, довольные, радостные, они хотят что-то начинать или делают что-то, и вот такая вот энергетика здесь будет присутствовать. Попробовать себя в новой сфере деятельности, получить какие-то новые знания, поучиться, может быть, или сменится ваше направление, или фокус, или получите какое-то письмо, сообщение, посылки, известия, либо познакомитесь с каким-то очень таким энергичным человеком, который будет являться мотиватором вашей жизни, он вас может смотивировать на что-то, подстроить вас на что-то такое, знаете, позитивное. И, кстати, это может быть по гороскопу, такой человек, один из знаков огненной стихии, это у нас овен, лев или стрелец по гороскопу. И вот такой вот человек может вас как-то смотивировать на какие-то действия неожиданные, да, или, может быть, примите решение, не знаю, держать аскезу, или ходить на спорт здесь, или получить какие-то новые знания, пойти обучаться. Или, кстати, здесь могут быть темы детей, это когда у вас есть шустрый, очень активный ребенок, просто неугомонный, извините, и здесь вот прям нужно найти что-то для него, какое-то хобби или для нее, не знаю, отдать на спор, на танцы, на какую-то такую группу активности, да, чтобы здесь вот можно было присмотреть за таким ребенком, потому что ребенок достаточно шустрый. Вот, это вот как решать какие-то вопросы, связанные с детьми еще, или как-то, может быть, вы сидите, смотрите за ребенком, а он неугомонный, он постоянно там что-то творит, и очень тяжело справляться здесь, как вариант. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья, им желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь, заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока.